До сегодняшнего дня о профсоюзном комитете Берлик слышали далеко не все, однако существует оно с прошлого года и на данный момент в нем состоит около 500 сотрудников угольного тибортаемента. По мнению руководства профсоюза, они способны составить конкуренцию Каргау. Не сами поймут, да, что ему выгодно, что надо, куда идти, а в принципе наличие нескольких профсоюзов это нормальная мировая практика. На отдельных заводах, фабриках, за рубежом существует по 5, по 8, по 10 профсоюзов, и люди сами определяются, где им быть. Один из первых шагов подписания коллективного договора с Арселор Митал Тимиртау. Пункта о 13-й зарплате в нем нет, надо этим руководство нового профсоюза обещает только начать работать. Заманивать сотрудников угольного департамента в свои ряды они намерены беспроцентными судами, до 1 миллиона тенге и бесплатными путевками в дома отдыха. Члены профсоюза Берлик могут получать путевки в наши оздоровительные центры. Это санаторий-профилакторий Жартас, санаторий-профилакторий Самал и дом отдыха Шахтер бесплатно в соответствии с коллективным договором. Есть и другие змеи, но они менее значительные. Абкап профсоюз угольщиков только начинает свою работу. Металлургический Жактау подводит итоги более чем годовых переговоров с компанией. Долгожданный коллективный договор наконец подписан. Было много споров, в моментах было недопонимание, но в любом случае мы пришли к консенсусу. Я считаю, что у нас получился хороший документ. По мнению руководства Жактау, новый колл договор ни в чем не уступает старому. Права металлургов защищены и трактуются в их пользу и большинство спорных моментов. Алексей Никоноров, Владимир Пороховой. Новости Тимирта.